Так заезжает на позиции украинская аэроразведка. На передовую она перемещается на бронированной машине Рошель Сенатор производства Канады. Водитель Олег говорит, этот транспорт повидал многое. Она у нас перетерпела очень многое. Была под миномётным обстрелом, под фосфором. Пострадала она очень сильно. Бронеавтомобиль не раз спасал личный состав при эвакуации с самых горячих точек фронта, говорит Олег. Сколько возил, все живые и здоровые остались. Вытягивали кое-где танчиком. Всякое бывало. Бывало такое, что заезжало, а выехать нереально. Но ничего, броня хорошая. Потому что сколько было сыпали по мне. Ну есть там пара таких грешков, могло бы быть и хуже. Потому что в основном страдают колёса, резина. Олег стал добровольцем в марте прошлого года. Говорит, шёл, чтобы война не добралась до его дома. Его умение водить все виды транспорта пригодилось и тогда, когда подразделение получило канадские машины Рошель. Сев за руль ни минуты не сомневался, что справится со своими обязанностями. Было такое, что приходилось машину полностью оставлять и проводить эвакуацию, вывозить парней. Потому что парней мы, как слепых котят, ночью завезли и вывезли. Они в будки едут, но они же ничего не видят. А они мне, о, Николаевич, есть дорога. А я им парня, а мы не выйдем по ней. А они мне, почему? Говорю, потому что не выйдем. Вот так ночью завезу и вывезу. И то я понимаю, куда везу. А парней, как завезли, то они только знают свою позицию. Ну, а в остальном нормально. Прибыв на место, аэроразведка начинает подготовку, калибрует компас, готовят дрон на взлет. После смены локации, говорит оператор, коптеру необходимы новые настройки, чтобы он в случае потери сигнала вернулся на точку взлета. Сейчас у нас разведка до разведка населенного пункта на наличие новой техники. Может, найдем новые вырытые позиции. У меня сейчас спутники начали отваливаться, потому что дрон высоко и радиоэлектронный перехват достает. Если я сейчас чуть-чуть ниже опущусь, будет больше спутников. Я себе там отлечу, допустим, и вот у меня появились спутники. Я переведусь в нормал, чтобы он стабилизировался на спутниках. Допустим, пропала связь. Всё, я опускаю пульт, и дрон сам прилетит сейчас. Александру 22 года. Уже третий год он в подразделении пограничников. Рассказывает, что вырос в селе на границе с Польшей, поэтому с детства был знаком с такой службой. Полномасштабная война изменила всё. И сейчас самое сложное. Вывозить двухсотых своих побратимов – это самое трудное. А так остальное всё терпимо. Кто бы там и что ни говорил. Илья рассказывает, дроны для военных сейчас стали одним из самых важных средств разведки. И в то же время одним из расходных материалов. Поэтому в подразделении научились самостоятельно собирать беспилотники. Говорят, за четыре часа наловчились подготовить и настроить новый FPV-дрон. Можно дать человеку рыбку, а можно дать удилище. И кто будет продуктивнее? Тот, кто имеет удилище, потому что он научится им пользоваться и будет себе больше рыбки ловить. Так же и тут. Они продаются и в собранном виде, но это дороже. В самом начале, полгона назад, месяцев восемь назад, в Украине была нехватка запчастей и самих FPV-дронов, потому что они шли на поток. И с этим были большие вопросы. В это как раз время пришли мысль и желание изучить это направление и начать потихоньку собирать. Тут есть тонкая пайка. Если человек умеет пользоваться паяльником, то он сможет спаять, потому что тут есть схемы. Они очень простые. Научились переоборудовать и снаряды для таких беспилотников. Это на 3D-принтере и хвостовик на 3D-принтере. Всё остальное наше. Это боевой волк. Мы просто разбираем, голову снимаем, снимаем капсуль и переделываем под себя, как нам надо. Подразделения Госпогранслужбы Украины более года выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении. Данные их аэроразведки помогают пехоте и артиллерии. Каждый день, каждый день, где-то небольшими группами, но идёт продвижение. Интенсивность продвижения. Вот все ожидают большое такое грандиозное наступление, как Изюмское, Балаклейское. Но то была такая феерия высокая. Сейчас это работа рутинная, и мы видим, что каждый день есть продвижение. Мы видим, когда заходят на позиции, потому что мы сопровождаем. Когда идут штурмовые действия, мы видим, когда враг покидает свои позиции, когда он покидает своих раненых или двухсотых. Мы всё это видим. Каждый день позитивная динамика. Каждый день по 10, 15, 20, 30 метров мы занимаем позиции. Или серая зона увеличивается. Это очень важно. То есть, если серая зона увеличивается с их стороны, то они просто отступают. Военнослужащие говорят, за месяц они 3-4 раза сменили позиции и продвинулись вперёд. По сообщениям Генштаба, на Бахмутском направлении есть постепенное продвижение сил обороны вперёд. На южном фланге возле Бахмута есть позитивная динамика. А на Северном фронте наши военнослужащие пытаются удержать ранее занятые позиции. Анастасия Волкова, Артём Воронин из Донецкой области для телеканала Freedom.